девочки снимала я совсем недавно пару дней назад блески для губ я вас спрашивала стоит ли снять все мои матовые помады жидкие у меня их совсем немножко ну вот вы видите какое количество и некоторые девочки сказали да ты уже их тоже с ними потому что матовые помады жидкие помады стойкие помады они сейчас как никогда актуальны на протяжении последних полутора лет даже да потому что пока вирусы мы в основном если носим помады то под маски именно то что стойкая блески выстроила все снова в ряд все что у меня есть как средство для губ именно в жидкой текстуре без блесками решила оставить задним фоном и давайте посмотрим что же у меня тут среди матовых помад сам контейнер уберу чтобы он не мешал tint один единственный у меня tint от faberlic покажу вам вот он такой имеет цвет рыжеватый и как фон для блеска для губ он действительно хорош будем наверно складывать помада от никс очень кстати симпатичная хорошо держится на губах стойкая достаточно в рыжеватом немножко оттенки я сначала думала что она у меня заканчивается но как оказалось вынул ограничитель нет там еще ее много оттенок прямо ощущение что там прям как будто нет ничего но на самом деле помада там достаточно тепленькая на такая от все теплые макияжи она хороша я ее люблю наносить с темным контуром коричневым и тогда она более цвет насыщенный такая симпатяга далее помада которая с которой очень красивые получаются макияжи она может быть в жизни немножко темноватая тут кстати видно что она уже с пробельчиками но на губах именно вот на фото выглядит более красиво чем жизнь в жизни темно так тон 0 в общем любом случае вам тут видно когда блески показывал обратила внимание что что-то я слишком близко к экрану поэтому сейчас чуть чуть подальше буду показывать мне кажется так картинка лучше и фокус не теряется симпатичная не сказала что это это вельвет сама памятна помада релуи люся не спит и поэтому ходит скандалит у меня не знаю макс не справится или нет уговорит он ее от ювен сабо кстати в прошлом году одна единственная матовая помада у меня жидкая закончилась тоже было от ювен сабо номер 32 вообще у них помады восхитительные ровно ложатся хорошо носятся на губах комфортные под маски хороши магнит косметик когда-то взяла ну и хватает надолго следующая помада она немножко сложноватая для меня не на каждый цветотип подойдет атлетуаль оттенок у нее 800 там какой-то 11 наверно надеюсь там видно но если вдруг не видно вам прямо срочно надо запишите я отвечу очень симпатичную нее крышка смотрите как будто там пластик где-то в прозрачном пластике белый пластик вот видно она металлик и этот металлик розовые и серебро и на губах чаще она выглядит именно вот таким белым серебристым цветом и смотрится так но прям как будто вы серебром губы намазали только при определенном повороте где-то где-то вот этот темный оттенок вот так вот может мелькнуть в целом это вот смотрится вот так поэтому помада такая оригинальная у нее очень быстрый расход крашу крайне редко но в ней именно заметно что она убывает новенькая для меня недавно ко мне приехала в подарок уже горячо любимая люкс визаж оттенок 104 вот такой вот мат тату красивая помада цвет восхитительный удобный спонж прям всем хороша жиденькая такая застывает и носится хорошо она действительно становится матовой то есть изначально вот вы видите какой блеск и она сейчас подстынет помада которая очень красивая по оттенку я ее когда-то заказал мне кажется на алиэкспресс любом случае с какого-то китайского именно интернет-магазина не знаю что это за фирма но вот вы видите что здесь по ней информация оттенок 03 она не очень удобная на губах то ли губы друг другу липнут я стараюсь где губы смыкаются в этом месте ее не наносить но вообще из-за ее капризов нашу редко и если я буду как-то вот расхламлять или что-то убирать скорее всего именно она уйдет из коллекции но оттенок красивый и пока я ее оставляю время от времени все равно ношу так выглядят все от иван помадка от иван в линейке марк у меня вообще-то их две я наверное одну забыла взять с собой но ничего не поделаешь у меня еще супер стойкая от марк есть это глянцевая вот глянцевые у них не очень удачный красивый цвет но на губах ее очень чувствуешь тяжеленько она так тяжело ложится ну оставила пока оставила не часто использую но использую пока она живет все равно у меня сейчас я принесу вторую и продолжим нашла пока искала помаду нашла еще один блеск оказывается но позднее покажу вот она красавица уж вроде если коллекцию показывать хочется показать все если присмотреться тут чуть-чуть заметно как у было давайте вам ее покажу оттенок она ярковатая немножко для меня но тем не менее например летом на загорелое лицо она смотрится красиво уже когда лицо бледное чуть-чуть ярковато на мне но в целом так немножко неоново выглядит и реально она стойкая она мега стойка вот видите первый уже подстывает вторая видно уже застывает но это тоже сейчас под застынет помада с которой я до сих пор еще полностью не подружилась она очень яркая для меня нереально красная ни разу я ее не рискнула еще нанести на губы вот поэтому пока вот могу показать но надо найти момент какой-то конкретный макияж и попробовать поносить эту красную помаду еще нереальный оттенок для меня от revolution это прямо вообще мега мега нереально может опять же как-нибудь попробую на загорелое лицо вот смотрите на какая неоново-розовая такая малиново-розовая две помады которые я их не убираю из коллекции потому что надеюсь что я когда-нибудь рискну и подошу их на себе пока они у меня лежат и ждут когда я осмелею очень хорошая беспроблемная жидкая матовая помада от faberlic оттенок у нее очень надеюсь что мы с вами что-то тут увидим линейка очень богатая у faberlic можно выбрать свой оттенок для меня немножко она темноватая но на самом деле там линейка настолько широкая что можно выбрать и свой просто я ее не стала искать посветлее уже одно взяла когда на пробу так и и оставила то что вы видите расход у меня очень маленький от к 3 сматывая мат вельвет вот такой оттенок помады а вот ее носила вроде тоже красноватая но она какая-то уходит немножко в клубничку в малинку и на мне более-менее то есть вот это вот холоднее а вот это небольшую теплинку имеет и на мне уже лучше смотрится ее носил и кстати очень даже неплохо было так далее иван металлик очень классные вот эти вот были металлические у них помады в них всего три миллилитра действительно металлический оттенок покажу поближе вот так она выглядит очень симпатичная красота помада от мэйбелин супер стей я знаю девочек по моему у брюнетки кориглазы у лены прямо много много оттенков и есть прям нереально темные такие но ей нравится 15 оттенок у меня она одна единственная присланная в подарок и для меня кажется прям такой очень очень красивый оттенок вот если иметь одну кажется вот это как раз тот цвет который достоин быть в коллекции один из многих далее а далее три помадки которые у меня одну прислали мне в подарок релуи комплимент и 2 я купила сама потому что очень понравилась первая у меня 10 13 15 оттенок видно тут тональность разные давайте начнем с 10 она прямо так легко легко наносится выглядит так жидко ложится тонко на губы но заполняет их полностью и носится очень легко не подсушивает совершенно 13 оттенок по насыщенный такой потеплее поярче чуток и 15 жанна такая более прямо здесь рядышком такая более яркой да вот если все три взять такая симпатяга если я ничего не забыла это по сути все мои помады тут не все матовые что-то глянцевое вот например от иван видите вот она самая глянцевая следующая матовая супер стойкая видно какие под застыли уже даже металлик вот этот реаль вот этот под застыл и остальные все застынут через какое-то время но вот это останется глянцевой и что я нашла еще один блеск для губ оказывается от мэри кэй у меня в помады попал то сидим у косметики когда я разбирала он тоже туда проскочил из блесков убежал своих братиков вот он он очень красивый кстати как блеск для губ для меня это вот именно блеск для губ красиво сюда его просится сюда красинки и вот собственно все мои жидкие помады их не назвать всех матовыми но в основном матовые за глянцевый да вот это глянцевая помада на прям выделяется на фоне всех остальных все остальные застынут все вот он мой контейнер конечно этого контейнера для всего этого количества не хватает их чуть больше у меня чем необходимо для этого контейнера но не получается сократить так чтобы они все вот как бы умещались в этом их домике поэтому пока гуляют некоторые вне домика цветочки это чубушник у нас наконец-то расцвел он обалденно пахнет он по аромату он напоминает аромат жасмина поэтому настолько восхитительно когда вечером ветерок и ты стоишь недалеко от этого куста это просто восторг какой-то приятный аромат поэтому наслаждаюсь сейчас буду с вами прощаться мне кажется не очень большая но в то же время такая достойная коллекция жидких помад их больше ты не надо лучше даже поменьше потому что пользуешься не так часто и у них расход не такой быстрый как хотелось бы напишите как вы относитесь к помадкам вот хочу еще разочек показать сейчас уже пасы под состыли они потому что я прерывалась люсю мы тут из кладовки доставали на верхнюю полку она запрыгнула все оттуда полетела видно да вот одна глянцевая осталась и вот этот блеск который добавила в принципе все остальные уже под застывают вот эти уже почти застыли вот одна осталась всем хорошего настроения пишите комментарии я очень радуюсь когда я вижу обратную связь от вас постараюсь на все отвечать но читаю точно все всем пока